Я не верю, что существует лекарство от рака, потому что я думаю, что если бы оно действительно существовало, то оно бы не было доступно для групп обеспеченных людей, его бы действительно поставили на поток, потому что тот, кто изобрел это лекарство, понятно, что в любом случае он бы себя объявил, потому что дорогого стоит, и он бы мог спасти миллионы судеб. Невозможно удержать никакого секрета в этом мире, невозможно. И Сноуден тому, как говорится, примером. Моя семья совсем недавно пережила потерю, у меня умерла моя тетя от рака. В течение года она очень мужественно боролась с этой болезнью, боролась при помощи израильских врачей. Параллельно мы изучили абсолютно все, что происходит на современном рынке, разработки, все разработки, которые ведутся в США, в Великобритании, в Японии. В общем-то, я могу сказать, что они все примерно на одном уровне, и сегодня в таких широких кругах не говорится о том, что существует некая вакцина, некое лекарство, которое убивает. Это все в разработке, обещают 3-5 лет, и я думаю, что так это и есть. Пока официально не скажут, что это лекарство создано и разработано, и оно действует на человека положительную, то есть человек выздоравливает или хотя бы начинает процесс выздоровления. Пока точно не скажут, в каких клиниках, у каких врачей и сколько это стоит, потому что, конечно, это будет стоить недешево. Надеюсь, что это все будет доступно, потому что, да, у кого есть деньги, они, конечно же, смогут позволить, а чтобы обычным людям, которые живут в бедствии. Лекарство от рака еще не изобретено, но я верю, что его изобретут. Нужно ждать и надеяться, что действительно когда-то это будет правдой. Редактор субтитров А.Семкин